Это был самый трудный момент в моей жизни. Стоя у гроба моего мужа, я в отчаянии подняла руки к небу и воскликнула. Я молила о помощи и обращалась к Богу и всем святым. Я ощущала необъяснимую потребность попросить за кого-то прощения. За короткий срок Татьяна пережила невообразимую трату, похоронив четверых самых близких и родных ей людей. Мой отец страдал от кардиомиопатического заболевания сердца и внезапно скончался в 2013 году. Через 4 года у моей матери случился инфаркт миокарда. Прогнозы врачей были неутешительными. И через год и три месяца моя мама ушла из жизни. Моя тетя скончалась в 45 лет. Уже после ее смерти мы узнали, что она страдала тем же заболеванием, что и мой отец. СМЕХ 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 У человека появляются те же болезни, которыми болела его мама или папа. Потому что демон, он хочет всегда перейти в следующего, то есть в сына или в дочь. Следующей жертвой родового проклятия болезни стала сама Татьяна. Моё восприятие мира полностью изменилось из-за этой болезни. Она отнимает способность концентрироваться, лишать надежды на полноценную жизнь, ограничивая во всём. И в какой-то момент начинаешь чувствовать, что уже всё закончено. Это болезнь сердца, которая забрала жизнь её отца, её матери, её тёте. И она тоже была обречена, узнав о том же диагнозе. Это было очень страшно. Меня нужно было оберегать от усталости, тяжёлой работы и любого стресса. Так как это проникало через меня, создавая ощущение, что весь мир рушится на мои плечи. В самый трудный период жизни, когда Татьяна была на грани, случилось ещё одно несчастье. У неё умер муж. Ему было всего 47 лет. Он был молодым и сильным мужчиной. Отцом моих двух прекрасных детей. Это было самое тяжёлое, что могло со мной случиться. Следующие пять лет Татьяна жила как в аду. Годы лечения не давали положительного результата. Я достигла той точки, когда чувствовала себя истощённой от всех этих лекарств и бесконечных поисков решений. Болезнь прогрессировала и неизбежно привела бы меня к необходимости установки кардиостимулятора или даже к пересадке сердца. Врачи говорили, что из-за этой болезни я могу умереть в любой момент. Как страшно жить с мыслью, что врачи не дают тебе шанса на выздоровление. И каждый день твоей жизни может стать последним. К счастью, подруга Татьяны была партнёром телеканала «Миссии возрождения мира». Она твёрдо верила, что через молитву апостола может произойти чудо исцеления. Когда я посылала видео апостола Татьяне, я очень верила, что Татьяна обязательно получит это исцеление. Потому что я сама была на саммитах, я сама была на крусейдах апостола. И я видела, как там люди бросали костылей, люди бросали палочки, люди исцелялись от рака. Однажды мне приходит видео, где апостол Владимир Мунтян молился благодатной молитвой за исцеление сердечных заболеваний. Помазание Божье сейчас движется через ваше тело. Движется через ваше тело. Движется через ваше тело. Бог показал мне сейчас проблемы в сердце с клапаном. Прямо в этот момент, вот сейчас только что вы ощутили. Ощутили резкую боль и потом тепло. Прямо сейчас вы исцелены. Вы исцелены. Вы исцелены. Дух Святой, я прошу тебя, коснись, коснись, коснись. После этого у меня на глазах появились слезы, слезы радости, а не боли. Я подпрыгнула, подняла руки вверх и сказала, Господи, спасибо. Я почувствовала уверенность в своем исцелении. Татьяна испытала силу прикосновения Святого Духа и получила полное исцеление. Ее жизнь изменилась до неузнаваемости. Когда через год я пошла на обследование, мой лечащий врач не узнал меня. Он спросил, Татьяна, ты так изменилась? Что произошло в твоей жизни? Врачи не могли поверить, что она исцелена, что у нее все в порядке с сердцем. Она такая радостная была. Она даже плакала от счастья, что Бог ее исцелил. Врачи подтвердили Божье чудо. Я прошла обследование и есть доказательства того, что мое исцеление реально. Это самый великий подарок, который я могла получить в этой жизни в полной страдании. То, что Господь сотворил для Татьяны, действительно является величайшим чудом. Ведь только Он мог это сделать. Врачи не давали надежды, но Бог пришел и исцелил. Сегодня я могу сказать вам, что я счастливая мама, я счастливая бабушка, потому что у меня есть внук, и я горжусь тем, что произошло в моей жизни. Спасибо большое Богу, Владимиру и Виктории Мунтиан, всей миссии, за мое исцеление. То, что делает апостолы Владимир Мунтиан и Виктория, очень важно. Она больше не принимает вот эти таблетки. Не принимает ничего. Она так рада, она мне звонит. Люда, смотри, у меня вот такое свидетельство, что я не принимаю таблетки, у меня даже сердце, все нормально. Теперь Татьяна новый человек. Она рождена свыше. Теперь она здорова. Теперь она чувствует всю силу, которую ей дал Господь. Ее глаза горят, и я рада, что у нее началась новая жизнь. Я хочу, чтобы вы были частью этой миссии, чтобы вы стали партнерами в этой миссии. Уверяю вас, это гарантия вашего здоровья. Все, что вы ищете, вы найдете, потому что с Богом все возможно. С Иисусом все возможно. Со Святым Духом все возможно. Исцеление возможно. Силой Святого Духа было разрушено родовое проклятие, которое беспощадно уносило жизни родных и близких людей Татьяны. Сегодня Татьяна абсолютно здоровый и счастливый человек. Она больше не переживает за свое будущее. Она верный партнер телеканала миссии «Возрождение мира». Ведь благодаря телеслужению апостола Владимира и Виктории Мунтян, ее жизнь, как и жизни миллионов людей на всей планете, была кардинально изменена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова